Здравствуйте, Дмитрий. Часто ли вы принимаете участие в таких благотворительных мероприятиях? И что они значат для вас? Если есть возможность, если график позволяет, то я всегда участвую в благотворительных фестивалях. Вообще каждый год сижу на конкурсах бесплатных, да-да, сижу молодые дарования. Ну, неважно, выступаю в детских домах, потому что на самом деле, вообще все, что я делаю, по большому счету, благотворительность. Инструментальная музыка в нашей стране, это отдельный совершенно сегмент, совершенно неразвитый. Я считаю, что все музыканты и инструменталисты, по большому счету, которые играют некоммерческую музыку, они уже занимаются благотворительностью по умолчанию. А сегодняшнее мероприятие, оно вдвойне для меня значимое, потому что, ну, это боль, да, она, ну, как бы, тело единое, да, России и Украины. И мы не можем закрывать на что-то глаза, потому что там и друзья, и родственники, и очень много групп музыкантов, мы постоянно на связи. И тем более, что люди, которые бросили свои дома и остались без ничего, я думаю, что они начинают новую жизнь, надо им помогать. И все, не только музыканты, и все люди должны объединяться и что-то какую-то лепту вносить посильную, всем, чтобы этим беженцам было как-то, ну, как дома, что ли, да, чтобы они приехали как домой. Так оно и есть, ну, может, не всем везет. Опять же, повторяю, для меня это неотъемлемая часть моей работы, потому что люди действительно нуждаются, особенно молодые, которых поддерживаю я, потому что каждый год есть фестивали и конкурсы, на которых я сижу в качестве жюри, я вот замечаю молодые дарования, вывожу их на большую сцену. Таким образом, вношу свой вклад тем, чтобы помочь молодым. Какие чувства вы испытываете, выходя на сцену и исполняя свою композицию? Если удается исполнять свою музыку, что я буду сегодня и делать, то, конечно, для меня это знак самодостаточности, знак признания и легкой эйфории от счастья, так сказать, востребованности, потому что неважно, какое мероприятие, благотворительное, в зале может быть несколько человек, потому что сейчас выходят выступать и в маленьких клубах. Неважно, опять же говорю, если я исполняю свою музыку, если я вижу, что моя музыка трогает сердца людей, значит, дает возможность мне создавать что-то новое, также выходить на сцену и не пользоваться тем багажом, который, слава богу, у нас состоялся и есть, а двигаться вперед, и это большой стимул, опять же говоря, для того, чтобы создавать что-то новое. Может быть, есть еще какие-то возможности у вас помогать беженцам, не только выступая, но еще какие-то другие варианты? Как я уже сказал, участие в любых конкурсах, фестивалях, когда выступает молодежь, то есть быть членом жюри, не выходя на сцену, это уже для них возможность получить от меня, от мэтра, да, от человека, который посвящен всю свою жизнь музыке, оценку, потому что те люди, которые ко мне подходят, потом молодые особенно, пишут вконтакте, неважно, во всех социальных сетях задают вопросы, они интересуются, правильно я делаю, неправильно я делаю, со стороны, как известно, всегда виднее нам, музыкантам, самих себя продюсировать и чувствовать самих себя очень сложно зачастую бывает, и мне тоже самому бывает сложно понять, плохо я делаю и хорошо, только время рассудит, а со стороны, когда ты приходишь и смотришь на, особенно на первые опыты молодых исполнителей, неважно, опять же, гитаристы, певцы, танцоры, неважно, это возможность для них получить адекватную оценку, возможность для них оценить свои силы, возможность для них понять, как им двигаться дальше, ведь некоторые могут случайно прийти на сцену, от того, что им понравилось быть на сцене, себя почувствовать там маленькой звездой, а для некоторых это необходимый глоток воздуха, необходимый глоток новой жизни музыкальной, и вот для этих людей я помогаю, или говорю, тебе не надо заниматься профессионально, потому что инструмент, голос, это очень прекрасно, это может остаться на всю жизнь, чем человек не занимался, это всегда будет греть его душу, и тем, кого я вижу, и если я чувствую, что человек этим занимается, отдает себя полностью, это его жизнь, я советую заниматься только этим, это очень важно для них. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо.